Жаркий разговор. Больше трех часов архитекторы и строители обсуждали строительное будущее Самары, а точнее ее исторического центра. Вековые дома и целые кварталы с уникальным прошлым не должны сгинуть. Для застройщиков эти территории всегда были медом намазаны. Дорога земля, близость Волги и туристическая привлекательность. Каким образом можно регулировать застройку на территориях, которые относятся вроде бы к исторической территории, но в которой уже возникла новая городостроительная реальность? Она уже новая. Там уже совершенно иные параметры застройки, не учитывать которые уже невозможно. Если сохранить в том виде, в котором есть, то есть просто сохранить, мы получим неудовлетворительные параметры среды. Архитекторы, напротив, настаивают на сохранении в первозданном виде зодчества, которое осталось нам от предков. Ведь кроме материальных сокровищ есть еще и духовные. Уникальной является среда самарская. Ее надо сохранять. И в этом смысле, чем больше памятников, тем лучше. И вот та концепция, на мой взгляд, она абсолютно современная и актуальная. Чем больше мы спасем старой Самары, тем лучше. Вы же видите, какой напор у нас от строителей идет. Их невозможно удержать. И все же удержат. Глава Самары Олег Фурсов, подводя итоги встречи, заверил, что высотки в историческом центре больше не появятся. Да и в остальных районах города контроль за строительством со стороны властей будет усилен. Было принято компромиссное решение о том, что выделяется так называемое историческое ядро. Это от улицы Красноармейской и братьев Корстылевых в сторону Самарки и Волги, где будет ужесточен режим строительства. И там будут предприняты меры для того, чтобы сохранить в первоначальном облике внешний вид тех зданий, которые составляют ценность города. Участок от Красноармейской до Полевой, с учетом того, что там анклавное строительство уже осуществляется, там будет режим несколько более слабый, чем в историческом ядре, но тоже под контролем города и архитектурного сообщества. По итогам градостроительного совета было принято решение о разработке четырех документов. Концепция пространственного развития города, проект детальной планировки, местные нормативы градостроительного проектирования и выделение зон с особыми условиями территорий, связанных с охраной культурного наследия. В ближайшие полтора года эти документы будут готовы, что выведет строительство в Самаре на другой уровень. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События.